Масштабное ДТП в Москве. Симонян предложила сажать журналистов и выплаты семьям с детьми. Здравствуйте, с вами Любовь Орлова. Симонян заявила, что журналисты, которые проводят расследования про коррупцию, секретные архивы чиновников и западную недвижимость, враги и предатели. Которые называют себя журналистами и считают, что они делают свою журналистскую работу. Я говорю, товарищ, ты понимаешь, что то, что ты сейчас делаешь, это состав статьи 275. Там так написано. Написано. Ты знаешь, где ты работаешь? Я работаю в таком-то издании. Я говорю, ты знаешь, откуда получает финансирование твое издание? Я не знаю, я догадываюсь. Я говорю, то есть ты догадываешься, что это фонды, связанные со спецслужбами США. Ну так, что мы же взрослые люди, мы все понимаем. Я говорю, то есть ты по заданию и за деньги спецслужб США сейчас собираешь информацию для передачи, для консультации и публикации про высокопоставленных людей в Российской Федерации, чиновников и прочее. Я говорю, там ровно в этой статье так написано, что это и есть государственная измена. Мы тоже проводим расследование про мусорную, медицинскую и кламбищенскую мафии. И мы делаем это для людей, а не для Запада. И эти расследования вы можете увидеть на канале Ермак Медиа. Ссылка внизу. Жириновский сказал, что за полтора года укололся от самой популярной болезни уже семь раз. Вы поставили себе седьмую прививку от ковида. Как вы себя чувствуете? Чувствую хорошо, но это не прививка, а укол. Потому что прививка предполагает два укола с интервалом 2-3 недели. Вот за полтора года, вот сейчас в конце декабря еще восьмой будет укол, за полтора года восемь раз я укололся разными вакцинами. Восемь. Интересное расхождение в показаниях. В начале интервью он говорит, что укололся семь раз, а потом утверждает, что уже восемь. Ничего себе! Видимо, пока сидел разговаривал, ему еще одну поставили. Несомненно, то, что Жириновский укололся уже восемь или семь раз, это круто. Он заботится о своем здоровье. Но это только на словах. Сколько мы уже раз слышали, что кто-то укололся, но нам не показывают полностью весь этот процесс. Так как тогда поступать нам, обычным гражданам, которых побуждают вакцинироваться новыми ограничениями и нарушением Конституции? Как верить, если нам не дают никаких гарантий, не раскрывают статистику заболеваний после популярной процедуры? А в других странах она в общем доступе. Как поступать нам, россиянам? Несомненно, круто, что есть прививки, и многие ставят их даже в детском возрасте. Но или прививка, испытанная годами и десятилетиями, или то, у чего мы даже побочек до конца не знаем. Что будет через три года, а что будет через пять лет? А тут еще дети и беременные. В любом случае, здоровье у каждого свое, и поэтому вам решать, как с ним поступать. Неужели хорошая новость? Или это как конфетка в красивой обертке? Не знаешь, что скрывается за этой самой блестящей оберткой? Вкусная шоколадная конфета? Или кому-то придется сосать? Вот губернатор Сыжиловской области Евгений Куйвышев отменил ограничения с 22 декабря по 20 января. Теперь в торговые центры можно заходить без QR-кода и можно беспрепятственно ходить есть в общепит. Даже ночью. Что-то мне подсказывает, что после нового года статистика заболеваемости возьмет и взлетит. И ограничения новые вводить можно. А там еще одна волна в конце февраля, про которую говорили. И всех поголовно колоться. Но что будет, когда почти все россияне будут в новогоднем коматозе? И ограничения все ужесточат. И на транспорт вход по QR-кодам ведут. Нам же четко сказали, перед Новым годом не будут вводить. Но это не значит, что не будут совсем вводить. Просто пока это отложили, чтобы перед Новым годом не было никаких протестных акций. А им это не надо. Вот когда люди будут дома от праздников отходить, тогда даже не сомневайтесь, все это и ведут. В регионах они вводят ограничения на посещение кафе, торговых центров. Пока people have it можно делать. А что же творится в самом центре России? Хоть территориально нельзя Москву назвать центром, но в столице России, где решаются важнейшие вопросы об ограничениях. Что же происходит там? Депутат Липецкого областного совета рассказал, какие ограничения есть в Москве. Победал в неплохом заведении на Большом Сухаревском. Хочу сказать, что ни в одном заведении, где я ел, где я ходил по торговому центру, у меня никто не спросил QR-код. Москва свободная. Примечательно то, что все ограничения принимаются здесь, в Москве, и будут распространяться на все регионы. Но сама Москва живет спокойно. Сама Москва живет без QR-кодов, и это понятно. Власти боятся протестного потенциала. Власти боятся негативной реакции московского бизнеса. Власти не хотят тормошить людей, а в регионах, ну, в регионах люди стерпят. Стерпели же и пенсионную реформу, стерпели повышение, да, НДС, монетизацию льгот, мусорные реформы. Все стерпят, ну, и это стерпят. А там, похоже, люди не болеют. Везде вход свободный, никаких ограничений. Да они просто боятся протестного настроения. Что будут делать бизнесмены, когда начнет страдать их бизнес? Да там, возможно, будет так же, как во Франции. Конечно, в Москве люди не станут это терпеть. А в регионах нормально. People have it, и дальше будем, значит, так делать. Перетерпели пенсионную реформу, увеличение цен на бензин под условием того, что уберут налог на машины. Вы понимаете? Они эту схему провернули уже два раза. Причем за непродолжительное время. В первый раз сказали, что уберут налог. Но цены повысили, а налог на автомобили так и не убрали. И провернули эту же схему во второй раз. И вот как раз по поводу возможных нововведений. Депутат Вассерман поддержал заявление Анны Поповой о введении штрафов за отказ от вакцинации в беседе с УРАРУ. Анатолий Вассерман заявил, «Я считаю, вакцинацию обязательной для всех, кроме тех, кому состояние здоровья вообще не позволяет прививаться. Я за полный отказ от введения при Горбачеве добровольности прививок и за любые меры принуждения, в том числе и штрафы». В центре Москвы случилось масштабное ДТП с участием 18 автомобилей. Виновником стал 34-летний Павел Середнев, сын московского бизнесмена Константина Середнева. Именно на отца и оформил мини-вэн. Сам же Павел признался, что перед аварией употреблял алкоголь. Среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также машина китайского посольства. Один человек пострадал. По словам очевидцев, после случившегося виновник ДТП вышел из авто и прокричал, «Наконец-то я стал знаменитым». По таймингам! По тайминкам! Блядь, какая хуйня! По тайминкам! По таймингам! По тайминкам! По тайминкам! По тайминкам! Хочу сказать и про хорошую новость. В Государственную Думу внесли законопроект, предполагающий введение на ежемесячной основе выплаты в размере 10 тысяч на каждого члена семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети. следует из документа, опубликованного на сайте Думской электронной базы. Указана ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого и последующих детей. Выплачиваемая сумма в отношении детей осуществляется в отношении каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет. При этом в отношении родителей такая выплата будет осуществляться до момента исполнения 18 лет младшему из детей. Друзья, ставьте лайки и пишите комментарии, я их все читаю. Также отправляйте это видео друзьям, это помогает развивать наш канал. Нужно, чтобы как можно больше людей знали правду. А на этом у меня все, с вами была Любовь Орлова.